Добрый вечер! В эфире Чиста Ньюз. В студии Евгений Кашевой и Валерий Житков. Здравствуйте! Коротко о главном. В рамках сотрудничества стран Европы в сфере безопасности и обороны Евросоюз создает собственную школу шпионов. Судя по тому, что эта новость попала в СМИ, Евросоюзу действительно нужна школа шпионов, в которой научат не рассказывать о создании школ шпионов. Антикоррупционное бюро расследует криминальное дело по факту возможного злоупотребления служебным положением и присвоения имущества главой Ощадбанка Андреем Пышным. Другими словами, НАБУ проверит, был ли глава Ощадбанка Пышным изначально, либо стал им уже вследствие незаконной деятельности. Исполняющий обязанности начальника государственной фискальной службы в Запорожской области Валерий Манько всего за месяц работу купил Порш Каен стоимостью более миллиона гривен. Возникает логичный вопрос, какие, собственно, обязанности у начальника фискальной службы и почему предыдущий начальник с ними не справился? Министр инфраструктуры Владимир Амелян планирует постройку нового аэропорта возле поселка Соленое между Запорожьем и Днепром. Министр заявил, что стратегически правильнее построить новые воздушные ворота, чем бесконечно ремонтировать старые. Мы очень надеемся, что эту стратегию не подхватит министр здравоохранения и не скажет, зачем бесконечно лечить старых людей, ведь стратегически правильнее рожать новых. А теперь о других новостях более детально. Анатолий Гриценко подал иск против депутата БПП о распространении заведомо ложной информации о том, что он, будучи министром обороны в 2005-2007 годах, смог распродать военного имущества на сумму более 1 миллиарда гривен. Мы, конечно, не в суд, но есть ощущение, что Гриценко не выглядит как человек, у которого есть миллиард. Интересно также, почему история более чем 10-летней давности заинтересовала депутатов блока Петра Порошенко именно сейчас, когда Гриценко баллотируется в президенты. Представители БПП утверждают, что на данный момент расследования Гриценко продал 200 танков. Мы уверены, что если рейтинги Гриценко будут расти, то вместе с ними будет расти и количество украденной техники. Олег Лешко хочет заставить политиков проходить обследование у психиатра и наркоэкспертизу. Более того, интересно, что желание проверять людей на психическую адекватность изъявляет тот, кто приводил в Раду коров и ел землю. Министр социальной политики Андрей Рева предложил ввести налог на доходы, получаемые украинцами за границей. Сразу видно, что человек не зря ест свой хлеб и ищет любые способы для пополнения бюджета. Мы решили помочь министру и составили список, на что еще можно ввести налог. Итак, налог на деньги, найденные в зимней куртке. Его можно назвать сбор на неожиданный доход. Далее, налог на деньги, получаемые стриптизершей, так называемый стринговый налог. Ну и, наконец, налог на милостивый, он же милостивый сбор. В общем, надеемся, если закон вступит в силу, он коснется всех зарабетчан. От тех, кто зарабатывает на польской клубнике, до тех, кто зарабатывает на кипрских офшорах. Продолжаем. На очереди рубрика «Род народа» и ее специальный корреспондент Евгений Кашевой. С удовольствием его послушаем. Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, Вася, готовьтесь. Завтра всю страну, Вася, накроет день под названием «Черная пятница», Вася. Это день, в который ты должен успеть купить дохрена вещей, которые потом тебе нахрен не пригодятся. Видели, сколько рекламы этой «Черной пятницы»? Я реально думал, что она тоже в президенты идет, Вася. Короче, низкие цены, огромные скидки, Вася, акции. Все это в «Черную пятницу», потому что мы, мужики, потратим в эту «Черную пятницу», Вася, намного больше денег, чем в обычную. Понятно, Вася, почему она черная, Вася? А какие в этот день очереди, Вася? Пока их выставишь, мода на то, зачем ты стоял, Вася, уже давно пройдет, Вася. У меня реально жена, Вася, как-то пошла, встала в очередь, Вася, в «Черную пятницу», Вася. Вернулась домой в «Черный понедельник», Вася. Все что-то меряют, надевают, снимают, пофиг, что. Главное – мерять, Вася. Я реально видел, как одна чувиха столько вещей по кругу перемерила, что в итоге, Вася, купила свой собственный свитер, Вася. Вот. В общем, Вася, если «Черная пятница» нужна, чтобы сэкономить, Вася, у меня есть способ гораздо лучше, Вася. Вася, чтобы реально сэкономить, надо ходить в том, что есть, Вася. Вот. Короче, я не знаю, как насчет там шмоток, но мне кажется, что это хорошая идея для нашего правительства – сделать «Черную пятницу» еще и для коммуналки, Вася. Я вам отвечаю, на шару наш народ как кинется, Вася, платить за горячую воду, что даже не вспомнит, что у него всю зиму ее не было, Вася. С вами был Жека. Живите четко и не косящите, Вася. Хороших выходных. Пока. Спасибо, Евгений. Ждем от вас не менее смешных репортажей. Пожалуйста. Давайте продолжим. В Украине закончилась акция протеста владельцев авто на евро-номерах, которые на несколько дней существенно затруднили движение транспорта в 23 населенных пунктах Украины. Именно поэтому митинг, скорее всего, войдет в историю как «Страйка-блях» или «Бляхо-страйк». Мы долго пытались разобраться, в чем же была суть этой акции, и, кажется, поняли. Суть в том, что те, кто не могут заработать на растаможку нелегального автомобиля, не давали проехать на работу тем, кто пытается заработать на этот автомобиль легально. В любом случае, Верховная Рада, хоть и ненадолго, но добилась своего. В эти пару дней на литовских номерах стало ездить намного меньше машин, ведь их владельцы были заняты протестом. Заместитель главы Украфтодора заявил, что для ремонта всех дорог в Украине потребуется свыше триллиона гривен. Мне кажется, ремонт дорог можно существенно удешевить, если закатать их губой заместителя главы Украфтодора. Знаешь, с такими требованиями замглавы Автодора больше напоминают террориста, который захватил яму на дорогах и требует за них выкуп. Однако более правдоподобной является версия, что Украфтодору просто лень что-то делать, и он специально называет такие цифры, чтобы от него отстали. Ну и под конец еще одна забавная новость. В компании OLX сменился генеральный директор. Старого генерального директора в ближайшее время можно будет купить на страницах OLX в разделе БУ. На сегодня все. До встречи в понедельник. До свидания. Пока. Пока.